Я был счастлив, что я дожил. Я подумал, что этого не может быть. Абсолютно был космос. Потому что этого не может быть никогда. Абсолютно. Мотерсайкл! Дай мне это! Потому что ваш манеджер – манеджер! Он убил манеджер. Русские в Казахстане. Это лето в России обещает быть особенно кайфовым. К нам едет много отличной музыки. Металлика, Мьюз, Киз, 30 секундс ту Марс, Эд Ширан, The Cure, Рамштайн, Продиджи. Все эти артисты выступят в Москве с мая по август. Но среди всех этих концертов будет один, начиненный максимальным количеством ностальгии. Джон Бон Джови выступит вот здесь, в Лужниках. В том числе, чтобы вспомнить, как 30 лет назад он и его друзья пережили одно из самых удивительных приключений своей жизни. Все началось в 80-е, в Америке. Топовый музыкальный менеджер Док Маги оказался причастен к перевозке огромного количества марихуаны. Чтобы не оказаться в тюрьме, ему пришлось очень усердно и очень щедро заняться благотворительностью. Одним из результатов этой благотворительности стал первый в Советском Союзе рок-фестиваль. Хотя уже вовсю шумела перестройка, железный занавес был поднят не до конца. При этом люди, которые жили в Советском Союзе, обожали рок-музло. И вот в августе 1989 года тех, кого обожали, они впервые увидели живьем. Ближайшие полтора часа про то, что наши родители, а у кого-то бабушки и дедушки, тоже умели угорать. Про то, что нет на свете музыки глобальнее, чем рок-н-ролл. Про то, что даже среди застоя, серости и безнадеги тоже случаются чудеса. Главное не пропускать их. А еще лучше принимать в них участие. Вперед! У всех моих друзей она не сохранилась. Как она у меня сохранилась, я вообще не понимаю. С переездами, со всеми делами. Вот такая вот Англия, Германия, Америка и Советский Союз. Так. Ну а это, соответственно, череп MTV. Здесь написано «Московский музыкальный фестиваль». И, соответственно, вот эта вот главная надпись «East, Mid, Mid, West». Восток встречается с Западом. Это был беспрецедентный случай в истории человечества вообще, потому что наконец-то отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами вступили в полосу какого-то добра и счастья. То есть можно было обняться, поцеловаться. Второе, что меня поразило, даже не история о том, как выступали группы, потому что через какое-то время видеозаписи стали доступны так или иначе, а то, что можно было лежать на траве. То есть то, что зрители запускали на поле стадиона лужники, и можно было лечь и лежать на траве. То есть этот факт, он просто взрывал все. Чтобы вы понимали, 89-й год, это я еще являюсь секретарем школьного комитета комсомола, возглавляю комсомол в своей школе. Но это не значит, что я в этот момент не слушаю какую-то музыку, которая мне нравится, или не хожу на концерты. Но то есть это еще, в принципе, Советский Союз, такой прям настоящий Советский Союз. А при этом можно в каком-то месте было пойти на концерт, там выступает Ози Осборн, и при этом можно лежать на траве, на которой играют в футбол. Это просто поражало воображение, могу сказать так. Василий, давно не виделись. Здрасте. В 89-м году летом я был в Штатах, и моя подруга, американка, она такая телевизионщица, она работала очень долго в эфире, и у нее были друзья на MTV США, MTV US. Она меня туда отвела, познакомила, мы разговорились, и они говорят мне, а у нас, кстати, будет большой концерт в Москве в августе. Слово за слово я работал там, бэбиситером. Бэбиситером? Да. Нянькой? Да, 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 да. Это был вопрос американцам, о чем я буду заниматься. Они говорят, basically you're gonna be your babysitter. То есть ты будешь следить за тем, чтобы наши звезды не попадали в разные всякие неприятные ситуации, в которые можно попасть в Москве. То, что было нереально, вроде бы свободу объявили, и Горбачев там с дуру даже сказал, что что не запрещено законом, то разрешено. Что была страшная совершенно фраза для режима. Потому что как раз как бы закон-то красиво расписан, ведь были конституции, все такие, что кажется, реально все было по-другому. Вот. А тут мы говорим, ну раз сказал, как бы отвечай за слова. Но это не значит, что мы так были уверены, что все получится. До последнего момента я, в общем-то, ожидал, что придут большие дяди, скажут мальчики, ну давайте, валите отсюда. Ваш покорный и Джон Банджорно. Ого. Банджови, который. Слушайте, а вы стилево одеты. Это джинсы, да? Да. Блин, а где вы джинсовку такую взяли? Или уже можно было в совке найти их? Из Нью-Йорка привез. А, ну, это что? Платной. Буквально за день до концерта, я помню, здесь Банджорно говорит, давайте будем молиться, чтобы дождь не шел, что-то типа такое. Я видел выступление Банджови. И был такой уже немножко пьяненький, очень уставший, и такой стоял довольный, даже проследился. Потому что я не верил своим глазам, я не верил тому, что такое вообще возможно в Советском Союзе. Что я был счастлив, что я дожил до того самого дня, когда вот все эти рок-звезды, и в том числе, ну, тогда что можно было себе представить более американское, чем Банджои в Москве. И я прям стоял, думал, ура, начинается новая жизнь какая-то. В тот период времени, когда там началась только перестройка, и мы, кто жил раньше вот за железной стеной в жестком режиме, и нас вроде бы выпустили из тюрьмы, у всех началась эйфория, и начали заниматься чем угодно, что только невозможно было представить раньше. И когда я, значит, уже сделал группу Парк Горького и начал ей заниматься и продвигать ее, то я познакомился с разными там рок-н-ролльными людьми. Ну, собственно, в Штатах, конечно. Ну, собственно, я познакомился раньше, когда Цветы впервые поехали на гастроли в Штаты. Но как бы там ни было, когда дошло до фест... Вот я познакомился с Доком Маги, я сделал Банджои, там вот придумал, что... договорился с ними, что они напишут песню для моей новой группы Парк Горького и вместе споют. Ну, соответственно, и с Доком Маги подружился. Поэтому я где-то их в 80-каком-то в очмом году вытащил сюда зимой. Чисто тусанок. Тусанок, да. Вот сюда прямо. И мы, значит, зимой здесь устроили по Парку Горького на тройках русских, на лошадях, катались на санях, пили водку. И здесь был джем-сэшн, где все рок-группы, которые у нас здесь были и которых не было, играли вместе с Бонжови, со всеми там, вот с Ричардом Самбора. Была вот такая интересная тусовка, где мы задумали фестиваль. У нас так разделились функции. Как бы внутрироссийскую, советскую в то время часть на себя брал я, естественно. А группы привез в Док Маги. Он договаривался с группами. Что за чувак Док Маги? Каким он вам тогда виделся, как человеку, который жил в СССР, но все-таки подслушивал, что происходит на Западе? Ну, он был богом. Рок-н-ролла тогда. Как организатор, как человек за кулисами, который стоит. Клянусь, когда мы выехали из США, за три недели до начала фестиваля, мы привезли в Москву 64 огромных фуры со всем необходимым оборудованием. Нам пришлось привезти лед из Швеции. В Москве даже лед нельзя было достать. Лед? Да, да, лед. Вы имеете в виду замороженную воду? Замороженная вода. Вы шутите? Не было ничего. Нет, ничего. Мы не использовали ни одной вещи, сделанной в СССР. Ни одной. Ничего не было. Вообще ничего. То есть вам пришлось гнать фуру со льдом из Скандинавии? Да. Мы привезли лед, мы привезли еду, ложки, вилки, ножи, стаканы. Мы даже не рассчитывали на то, что найдем хоть что-то из этого здесь, в России. Вы знаете, мы как будто делали концерт на Луне. Но вот по-настоящему нас потрясли люди. Они были готовы к переменам. Абсолютно все. Солдаты, дети, обычные люди на улицах. Все они были готовы к переменам. И они их ждали. В этот район и на эту улицу я мечтал попасть все свое детство. А почему? Да потому что один из главных сериалов моего детства это Беверли Хиллз 90-210. Это невозможно забыть. Ты приходишь со школы домой, еще совсем мелкий, ни разу в жизни не целовался. Включаешь телек и смотришь, как живут подростки из Америки. Брэндон, Брэнда, Келли, Стив, Дилан, Донна, кудрявый чувак из кафе Косточка. Все эти люди в то время были членами моей семьи. И не только моей. Смешно, но когда я был мелким, я думал, что все американские подростки живут так. Отличный дом, своя тачка уже в 16 лет. И только много лет спустя, когда я приехал сюда, я понял, что все гораздо сложнее. Беверли Хиллз это самое роскошное и самое пышное место, которое здесь есть. Белка, смотри, какая толстая, смотри, какая пушистая, пацаны. Арахисовую пасту наверняка американскую ест. Сериалы в оригинале, песни на английском, англоязычный ютуб, контента на английском очень много. А понимать все, что смотришь и читаешь, офигенно. Заниматься всегда можно самостоятельно. И для такого формата в онлайн-школе английского языка Skyeng разработали специальную программу. Вы просто выбираете себе цель и получаете бесплатный план по тому, как этой цели достиг. И формат этот может быть тесно связан с чем-то, что вам крайне интересно на английском языке. Но все же самый быстрый и эффективный способ прокачать свой английский — занятие с преподавателем. В Skyeng отобраны пять с половиной тысяч преподавателей со всего мира и создана программа обучения под самые разные цели и задачи. В процессе учебы вам будут давать дополнительные задания по изучению любимого контента на языке оригинала. И подобраны это будут, исходя из вашего уровня. Здесь вы с первых уроков будете применять язык на практике. Говорить, читать, писать, слушать, смотреть, причем с упором на необходимые вам навыки. Занятия в Skyeng проходят на специальной интернет-платформе, где в одном месте собраны интерактивные уроки, домашние задания, словарь, индикатор личного прогресса и есть доступ к мобильному приложению. Все, что вам нужно — хороший интернет. А заниматься можно в любом месте. Даже если это арендованная кухня во время одного из ваших путешествий, как и происходит в нашем случае сейчас. Если вы давно хотели выучить или подтянуть свой английский, вот там в описании ссылка. Туда надо перейти и получить много полезного от Skyeng. А еще введите промокод ВДУТЬ и получите два бесплатных занятия при первой оплате. Skyeng. Мы в легендарном районе Лос-Анджелеса Skid Row. Это место усилено палатками, в которых живут тысячи бездомных людей. Именно в честь этого места была названа одна из групп, приехавших на Moscow Peace Festival. Все участники того концерта выглядели максимально эффектно. Но образ Себастьяна Баха, тогдашнего вокалиста Skid Row, был, возможно, самым необычным для советской Москвы. Прямо отсюда мы отправимся в гости к Себастьяну Баху. Живет он в чуть более благополучном районе. Этот плакат пережил ураган. Мне его только что доставили. Надо привести его в порядок. Но это вот оригинальная афиша того самого фестиваля. Очень круто. Та самая оригинальная афиша. Мы приехали сюда из района Skid Row. Странное впечатление. Ну, самая важная вещь в рок-н-ролле это придумать крутое название для группы. Это довольно сложно сделать. Ну, вот название, например, вроде Black Sabbath. Ну, вот такие. Это же по-настоящему круто. Если вы собрали группу, то должны придумать реально мощное название. И Skid Row. Это офигенно звучит. Шикарно. Это такое сленговое выражение. В Америке оно означает район, где живут бездомные люди. Не только в Лос-Анджелесе. Да, не только. Но в Лос-Анджелесе и Чикаго это самые известные места. Мы довольно быстро придумали это название. Ну и по-хорошему, конечно, должны были поменять его после того, как продали несколько тысяч пластинок. После того, как заработали первый миллион долларов. Да, говорят, что мы проснулись знаменитыми на следующее утро. Но на самом деле это заняло как минимум две недели. Я был знаком со Стасом Намином. У него очень необычная семья. Просто невероятная история. Дед на протяжении 40 лет был одним из самых главных людей в России. Его отец был генералом. Его дядя строил самолеты. Ну и вот, значит, я прилетел в Москву в ноябре. Был жуткий мороз, я помню. И на улицах вообще не было никакой рекламы. То есть вообще никакой, представьте. Никакой рекламы. Вы, наверное, и представить себе такого не можете. Это вот сейчас Москва выглядит как Нью-Йорк или Чикаго. А тогда не было ничего. Все абсолютно серого цвета. Значит, Стас подъехал на старом Мерседесе. Они выпускались, наверное, в конце 60-х годов. Старый Мерседес с разбитым лобовым стеклом. Ну, просто очень старая машина. Я сел в машину, ушел в снег. И мы поехали по выделенной полосе для дипломатов. Никому другому нельзя было заезжать на эту полосу. Но все знали Стаса, все знали машину Стаса, все знали его семью, кто он, откуда. И он сказал мне, у меня нет денег, потому что здесь ни у кого нет денег. Но у меня есть власть. Благодаря моей семье, моей репутации. А мне как раз надо было понять, какой власть он располагает. Тогда я еще не понимал, что именно мне предстоит сделать в России, и что мне вообще позволят сделать. То есть вы приехали туда чисто из любопытства? Да. Ну, Стас сказал, что он может устроить концерт в Зеленом театре. Он сказал, да, я могу. Мы отправились посмотреть на этот театр, и я спросил, а где стадион? Стас сказал, они все равно, никому ничего не разрешат проводить на стадионе. Но потом мы попали в Лужники. И я сразу заявил, что мы должны сделать концерт именно здесь. Стас не стал говорить, что ничего не выйдет. Он вообще из тех людей, которые никогда не говорят нет. Он всегда старается добиться невозможно. Понимаете? Он сказал, окей, сто процентов. На сто процентов, я уверен, мы все сделаем. Сто процентов, сто процентов. Но единственное, в чем можно было быть уверен, во сто процентов, так это в том, что никто не даст нам разрешения на проведение такого фестиваля. Вот это точно на сто процентов. Наркотики докомоги. Какую роль в этом сыграли? Большую роль. Потому что ему он там попал на какую-то наркотическую, дилерскую ситуацию и должен был каким-то образом себя реабилитировать. И должен был сделать что-то. Оттуда получилась его организация Make a Difference. Смысл этой организации Make a Difference это значит против наркотиков. И когда он мне предложил, давай против наркотиков, я говорю, ну у нас нет наркотиков, у нас в основном алкоголь. Ну наркотики есть, но они не заполонили страну, как я бы сейчас этого не сказал. Тогда сказал. И мы сделали так против наркотиков и алкоголизма. Этот концерт, по сути, результат мирового соглашения в суде. Док должны были отправить в тюрьму на приличный срок. Но он сказал так, постойте, давайте я устрою рок-фестиваль и отдам всю выручку на благотворительность, чтобы помочь подросткам бороться с наркотической и алкогольной зависимостью. Ну, как бы, все отдам. И тогда судья ответил, ну окей. Таким образом, вместо тюрьмы док отправился организовывать концерт Метликру. Ну это же круче, чем отправиться в тюрьму, правда? Конечно. Но когда ты живешь в России, ты не можешь представить, как это возможно. Как можно договориться с судом и избежать тюрьмы? Легально. Ну, потому что этот концерт должен был стать первой живой спутниковой трансляцией канала MTV. Ну, возможно, не самой первой в истории, потому что Элвис сделал нечто похожее на Гавайях. Но уж точно, это было первое международное шоу. Тем более с участием России, Америки. Это был, соответственно, концерт мирового масштаба. И в то же время он должен был привлечь внимание к проблеме алкоголя, наркотиков. Ну, в общем, донести до зрителей такой положительный месседж. Всем известно, что идея фестиваля, что вся движуха закрутилась из-за того, что у вас были проблемы с законом. Какие именно? Ну, нет, это не так. Ничего из того, что произошло в Москве, не было связано с моими проблемами и судебными делами. ни-че-го. Мои проблемы начались в 1980-м году. Это было за 9 лет до фестиваля, да. На том суде я признал себя виновным в сговоре по организации доставки марихуаны в США. Есть легенда, не легенда, грузовики с 4 тысячами фунтов марихуаны. 40 тысяч фунтов. 40 тысяч фунтов. Они ехали из Мексики в... Нет, 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 из Колумбии. Из Колумбии в город Уилмингтон, штат Северная Каролина. С марихуаной. И именно поэтому у вас случились проблемы с законом. Как было на самом деле? Вообще это... Это вообще два разных дела. Так, ну предположим, вот то, о чем вы говорите, произошло на самом деле. Но фестиваль в Москве в принципе не мог быть организован как бы в обмен на то решение суда. Это никаким образом не было связано. Ну согласитесь, фестиваль мира против алкоголя и наркотиков не имел ничего общего с моим делом. Это абсолютно не связанный друг с другом вещь. Вот смотри, для начала попробуйте себе представить суд, который заявляет. окей, отправляйтесь в СССР и организуйте там первый в истории страны рок-концерт против алкоголя и наркотиков. И тогда мы отменим твой приговор. Ну вы что, разумеется, никто так не скажет. К тому же никто же никогда ничего подобного не делал. Как такое в принципе можно требовать? Да, но как возникла легенда? Легенда о том, что суд сказал либо вам, либо вашим юристам негридит в тюрьму. Друзья, вы тратите 250 тысяч долларов на антиалкогольную и антинаркотическую компанию в обмен на то, чтобы не садиться в тюрьму. Ну, опять-таки, это не совсем верно. Нет, суть дела была не совсем такая. я отработал свой срок на общественных работах и потом я мог делать все что угодно. Фестиваль прошел в 89-м, а я признал себя виновным и получил приговор еще в 85-м. Так что эти события разделяют целых 4 года. Это забытое дело. Объясните коротко, как вы были связаны с наркотиками в те времена? В то время вообще-то никак. Нет, я про 80-е. И не с наркотиками, а с торговлей наркотиками. Ну, в 80-е практически никак. Нет, объясняю. Я был знаком с людьми, которые приходили на мои концерты. Я их знакомил с другими людьми. Послушайте, я не пытаюсь казаться бойскаутом. Я просто рассказываю правду. Потому что я могу говорить все, что хочу. От этого вообще уже не зависит моя судьба. Нет, наверное, если бы я сказал, что я был крупным наркобароном, влиятельным барыгой, это бы сейчас прозвучало очень-очень круто. Но это неправда, я им не был. Честно. Что сказать? Мои друзьями были, да. Знакомые, да, тоже. Но такова была культура в 70-е, 80-е годы. Знал ли я людей, которые посадили главу Панамы Мануэля Нарьегу за контрабанду наркотиков? Да. Знакомил ли я людей, которые продавали друг другу наркотики? Да. Самый последний вопрос. Что это такое? Это нож для писем. Мне его мама подарила. А, извините, если это подарок мамы, просто это очень похоже на нож, которым открывают пакеты с кокаином. Ну, возможно, в 80-х его так и использовали. Серьезно, да. Но на самом деле мне его подарила мама. У меня, кстати, два таких ножа. Очень красивый. Да. Я допускаю, что им вполне могли вспарывать упаковки с кокаином. Не употребляйте наркотики, ребятки. Да, наркотики – это зло, конечно. Самолет. Как вы летели? Magic Bus. Аэропорт Нью-Йорка. И мы сидим в накопителе, так называемом, в здании, стекло. То есть мы видим, стоит наш Magic Bus, Боинг. И наши сумки выгружают. И мы смотрим, как их выгружают и выстраивают вот так в ряд. Ну, все, соответственно, рок-н-ролл. Все хи-хи-ха-ха. Вдруг появляются два полицейских с собаками и начинают ходить. Значит, собачки обнюхивают наш багаж в надежде найти что-нибудь такое бодрящее. Потому что от этих как бы можно всего ожидать, от этих волосатых. Но ничего они, конечно, не нашли. Как только мы загрузились, взлетели, док Маги взял переговорную эту штучку, микрофон и говорит на весь самолет «Господа, на борту нет алкоголя, наркотиков, ничего нет и не предвидится». Поскольку фестиваль значит, носит название «Just say no». Все понятно? Кому и чему «Just say no». То есть наркотикам. Есть прекрасная еда и вообще замечательные напитки, любые соки, все что угодно. Но ровно через полчаса Себастьян Бах, у которого вы уже взяли интервью, ползет по проходу, волосы, соответственно, волочатся так вот рядышком в состоянии совершенно неадекватном. То есть выпивший совсем. Док Маги его поднял, говорит, как, где, ну что это такое? Бас-гитарист Ози Осборна в таком же состоянии. Я проходил по проходу, значит, и мы с ним вот так вот не могли никак разминуться. он на меня смотрел каким-то таким взглядом вроде как мимо вообще. Все, что я знал, я повторяю английский язык не очень хорошо у меня. Я говорю, is everything ok? А он говорит, what? Я говорю, fine. Он, fight, драться. И он, надо, а я fight, драться, это я потом узнал. Я не знал, что такое fight. Я думаю, ну что это такое? А мне Леша Билов говорит, драться, драться. Он тебя спрашивает, драться. Я говорю, да нет, ну как драться? Короче, все, я ушел. Вот в общем, в таком вот состоянии, ну не все, конечно, но многие из музыкантов летели в Москву. В то время не нужно было быть непременно примером для подражания, чтобы донести до людей главную мысль. Ну то есть, конечно, было бы неплохо, если бы никто не пил. Вот Мятли Кру удалось остаться трезвым. А Себастьяну и парням из Кидроу не удалось. Но не забывайте, тогда они были главными звездами рок-н-ролла в мире. Им самим было довольно сложно совсем не пить. Но это вряд ли могло им помешать сообщить людям, что у них есть возможность обратиться за помощью. Этот фестиваль и не должен был быть некой выставкой примеров для подражания. Музыканты всего лишь сообщали людям о возможности узнать о проблеме и сделать свой собственный выбор. И очень интересно то, что вместе с музыкантами в Москву приехали врачи, которым нужно было здесь проводить как это называется практикумы или занятия с местными врачами, семинары и учить их правильно лечить наркоманию. Вот эта просветительская миссия была, безусловно, и врачи вместе с ними летели. Док сказал нам, кого арестуют в России, тот останется в России. Я вот помню, я ходил вокруг сцены во время саундчека за день до концерта и пытался раздобыть травы. Это 89-й год, марихуана была абсолютно нелегальна. И один из техников сказал, что может мне помочь. Он сказал, что есть кусочек гашиш, очень маленький, вот такой. Я перепугался, спрятал его в носок своего ботинка и сказал доку, эй, док, у меня есть немножко гашиш. А он ответил, ты с ума сошел? Где ты его держишь? Я говорю, в носке ботинка. Он говорит, да, ну, конечно, там-то его никогда не найдут. Я не шучу. Нет, не шучу. Короче, он потребовал немедленно избавиться от гашиша. Вот такая мощнецкая история про наркотики. И как, это был хороший гаш? Ну, наверное, хороший. Другого-то вообще не было. Так, кстати, к слову о еде. Мы поверить не могли, насколько дешевая у вас была водка. Она стоила, ну, где-то пару баксов за бутылку, а то и меньше. Так что мы не ели, мы пили. А вы в курсе, что идея фестиваля была против алкоголя и наркотиков? Ой. Виноват. Сейчас кажется, что 80-е это время увлечения русским роком. То есть мы вот под влиянием всего шума вокруг группы кино, которая переживает прям на наших глазах несколько волн популярности, да? Вот Ленинградский рок-клуб, фильм «Лето», вот это все то, что у нас сейчас вроде как создает наш образ 80-х. А на самом деле вот этот «Хардин Хэви», он был в 80-е самой востребованной музыкой. Я правильно понимаю, что хит, который на десятилетие стал визитной карточкой «Скорпионс», они сочинили по мотивам фестиваля? Нет, конечно. Вы имеете в виду выдачу? Нет, конечно. А как? Нет, это по мотивам того, что здесь происходило. Они же здесь жили с утра до вечера. По мотивам фестиваля? По мотивам центра нашего здесь, в парке Горького. Поэтому слова там «Down to Gorky Park», если вы послышите. А-а-а! Конечно, это вот мы здесь, они здесь были раз 50. То есть мы здесь играли про все, что можно. Нормальная песенка, но она стала, она попала в десятку, потому что вот «Ветер перемен» он действительно не только Советского Союза касался, и «Берлинская стена» упала, и еще много чего произошло. «Скорпионс» в России. Но, наверное, самой главной звездой для русских на том фестивале был Оззи Осборн. Он был самым популярным здесь. И это совершенно точно. Мы все жили в одной гостинице, я, честно, не помню название, и вот в ночь перед концертом я слышу дико громкий рев мотоциклов, крики людей, вопли. Я думаю, что за херня? Я выбегаю из номера, спускаюсь вниз в лобби, и вижу, что русские ангелы ада узнали, что приехал Оззи, и они приехали, и не только из Москвы, ну, я не знаю, там, из Сибири, из других регионов, со всей России, они хотели увидеть своего героя Оззи. Я вот как вспоминаю, это у меня мурашки по коже. Все эти русские байкеры выглядели нереально сурово, как будто они вот только что приехали из снежной Сибири, и скандировали, и орали. Представьте себе, Оззи, Оззи. В общем, в конце концов, Оззи был вынужден спуститься к ним вниз. Вот он спускается и кричит, привет, я никогда не забуду, как эти суровые мужики плакали. Суровые мужики из русской провинции приехали на байках, чтобы выразить свою любовь к Оззи Осборну. И они сказали, они не уйдут, пока они не выразят свою любовь к Оззи Осборну. Я вот пытаюсь представить, каково это, жить далеко-далеко за пределами Москвы, я не знаю, где-то в Сибири, и слушать Black Sabbath тогда, в 70-х, как мощно звучала эта музыка тогда. Да, она до сих пор звучит очень мощно, в 2019-м, а тогда, когда только вышла эта пластинка, никто не слышал такого хэллина. Помните момент первой физической встречи с Оззи Осборном? Поскольку Оззи Осборн среди всех тех людей был главной легендой. Это был батя рок-н-ролла. Конечно, помню. Это вот в Нью-Йорке, когда наши сумки проверялись, вот он вошел, причем он был так немножечко, по-моему, так слегка не очень здоров. Ну, у него такое было состояние, такое, я не знаю, вот такое какое-то, он весь вот такое был. Вот так он вошел, сел, его супруга на тот период была, по-моему, его же менеджером, то есть она как бы директором его, я не знаю, как это сказать. Вот, и к нему так особенно никто и не приставал, потому что уже знали, что, видимо, вот сейчас лучше его не трогать. И у нас была посадка в Хитроу, в Лондоне мы должны были взять на борт Скорпинс, потому что Скорпинс к нам присоединились там. И, соответственно, нас выгрузили из самолетов, мы все вошли в некий тоже накопитель, тут же туда пришли журналисты с камерами, значит, интервью, и я помню этот момент отлично, когда Кози подходит с камерой и там с микрофоном, значит, а он сидит вот так, сидит здесь микрофон, тут камера, значит, он так сидит, они чего-то его спрашивают, он так встает и убегает. Они так раз, а он так раз и на другое место бах и пересел. Ну, то есть, он не хотел ни с кем общаться, потому что ему было, видимо, не до этого. Ну, и потом мы прилетели в Москву и, соответственно, их расселили, ну, хотели как лучше. А на тот период гостиница «Украина» была намного не та, чем сейчас. Значит, этаж, номер люкс, док Маги идет с Ози, открывают дверь в его люкс, входит Ози и по ковру бежит таракан. Ози молча разворачивается и уходит. А док говорит, Ози, ты куда? Он говорит, домой. Говорит, стой, мы сейчас все решим. в общем, в общем, который откусывал головы и тучи мыши, испугал московский таракан? Его не таракан испугал, его испугали условия проживания в этой гостинице, потому что он такого, конечно, от такого отвык. Богатый человек, состоятельный, легенда мирового рок-н-ролла и тут таракан. Но на самом деле это нам как бы дико, да, а для них это, ну, как, ну, таракан. Не должно же быть таракана. Ну, может, он есть где-нибудь в ванной, но почему он должен бежать по ковру в этот момент, когда люди входят? Вы помните актрису Хизер Локля? Да. Да, я с ней тусовался. В то время она была женой Томми Ли. Да. Она вспоминала, что их должны были заселить ее в пятизвездочную гостиницу, но иногда в этой пятизвездочной гостинице она должна была спать в одежде. Я помню, что вот туалетная бумага была газетная, ну, то есть прям вот с буквами, напечатанными на бумаге. Нет, нет, я не имею в виду, что в туалете просто лежала пачка газет. Нет. Это был рулон, но на рулоне бумаги были какие-то буквы, и его можно было читать. Что за хрень? Вот, да, я так помню. Но вы пользовались ей. На выбора не было. Буквы отпечатались у меня на руке. Я никогда такого не видел, честно, это настоящее безумие. И более того, можно было не только посмотреть на Озию Осборна, но еще попасть под душ. Это же его фишка, когда он обливает передние ряды водой из ведра. Готовят, подносят специальные люди, подносят. Я помню, была история, что вроде обязательно должен был быть там лед. Вот это я точно не ручаюсь. Но обязательно есть люди, которые подносят ему ведра с водой, и он обязательно их дедушка поднимает с трудом и обливает первые ряды. Это и сейчас так. Я расскажу, как мы летели назад в Америку. Значит, мы вместе с Заком Уайлдом бухали на задних рядах, сидели в самолете и слушали музыку прямо через колонку на его плеере Сони Уокман. Да. Зак, значит, сказал, давай подойдем к спящему Оззи Осборну и включим музыку на полную громкость. Прям ему в ухо. Я был пьяный, мне было все равно. Да, давай, окей. Подошли, мы врубили музыку на полной, Оззи тут же вскочил. Че за херня? Стал орать на меня. Ну, в общем, Зак меня на самом деле разыграл. А потом я вижу, Гейзера Баттлера, который идет по проходу и внезапно начинает орать. Что я тут делаю? Я должен быть дома со своими детьми. Хватает тележку с едой и напитками, просто переворачивает ее. Еда разлетается по всему салону. Короче, Гейзер и Оззи сходили с ума еще круче, чем мы с Заком. А на следующий день Оззи вернулся домой и попытался убить свою жену Шерон. Если вы почитаете подробно про ту историю, то узнаете, что Оззи заявил Шерон, мы решили, что тебе пора умереть. Сразу после того, как он вышел из самолета из России, вот после того концерта. Они с Гейзером там пили, не знаю, как в последний раз. Я никогда раньше не видел, как тележка с едой летит по салону самолета. Представьте себе это. И вот после этого Оззи вернулся домой и потом сразу в тюрьму. Так что, знаете, там не только мы бухали. Вот такое безумие. И меня удивило, насколько уже начинены сексуальностью были наряды девушек. Советских? Да, да, да. Там прям у меня есть сборник крупных кадров, там все очень хорошо во всех смыслах. Как реагировали гости? И давайте, не называя фамилий. Были ли у вас заказы на то, чтобы вам вы как-то помогли свести их с русской девочкой? Приходилось сталкиваться с очень большим количеством стереотипов. Теперь я сейчас поясню, что я имею в виду. Значит, они начали меня спрашивать. Слушай, а действительно у вас вот тут возле гостиницы Украины, это где все жили, гостиницу, которую они называли Ghostbusters Hotel, потому что она напоминала вот этот небоскреб из кинофильма Ghostbusters. Охотники за привидениями. Охотники за привидениями. А некоторые называли ее Roach Hotel, то есть отель тараканов, потому что она была совершенно раздолбана, эта гостиница, по советским меркам. Но, тем не менее, из своих окон они увидели вот эти вот кораблики, которые ходили по Москве-реке. И они меня все время спрашивали, слушай, организуй нам катание вот на KGB Boat. На KGB Boat. Я говорю, а почему KGB Boat? Ну как? Ну потому что там KGB шлюхи. Там же эти самые профессиональные KGB-шные проститутки работают. Говорят, что с ними секс самый лучший. Вот. К сожалению, это я им не мог организовать, честно говоря. даже как-то... Я помню, как сильно нам хотелось получить в паспорт штамп на советской границе, но почему-то в аэропорту ни у кого из нас не попросили документы. Мы, честно говоря, очень расстроились. Ну, видимо, им в принципе не очень хотелось признавать факт нашего появления на вашей земле. Ну, то есть так прилетели, улетели, ничего не было, никаких подтверждений, никаких следов, никаких печати. К тому же полиция вряд ли представляла, что делать со всей нашей делегацией. Это же была не одна группа, фактически все самые известные хэви-метал-группы мира. Это было очень много людей. Я думаю, полицейские волновались, и поэтому почти все время нас держали или на стадионе, или в отеле. Вы приземлились, пошли в автобусы и в машины и поехали в отель. Да, да. Никакого паспортного контроля. Да, из-за этого мы и расстроились. Мы мечтали показать паспорта друзьям. Кто поразил больше всего нас, когда мы смотрели запись концерта? Во-первых, Себастьян Бах. Вот то, как он выглядел в моем представлении для тогдашнего Советского Союза это просто фурор. Худой, длинный, немножечко женоподобный, но вот ровно настолько, чтобы быть рок-звездой и чтобы все молоденькие девочки забыли обо всем на свете. Да, а вы можете себе представить вот этого человека с такой внешностью в московском метро образца 89-го года? Да. Вот. Как раз на этой съемке я был. Как раз там я играл роль бейбиситтера и следил за тем, чтобы начались какие-либо драки, чтобы советские граждане на него не напали, либо от него не шарахались. Примерно что-то между происходило. Когда мы шли, мы как-то вот так вот сблизились с Эбястином. Вот. У него очень такой высокий голос еще к тому же тогда был, я не знаю. Он так мне все время говорил «Эй, мэн, what's your name?» Типа, «Как тебя зовут?» Я ему говорю «Василий». Он говорит «Эй, мэн, what kind of a name is that?» Типа, «Что за имя? Ты же, типа, американец, это не американское имя». То есть он не понимал немножко всю мою историю, как бы, то, что я русский, из русской семьи, ну и так далее. Он не понимал и три клетки не хотели в голове регистрировать эту информацию. Но, тем не менее, мы с ним подружились, потому что я его довел до Икарусы, мы сели и, значит, поехали. Пока мы ехали, он смотрел по сторонам и все время говорил «Почему здесь столько много военных? Сплошные солдаты, сплошные солдаты! Тебе нужно дефектнуть! You have to дефект!» Тогда американцы знали несколько русских слов, или, по крайней мере, слов, которые им казалось русские. Это они знали «KGB», они знали «Siberia», они знали «Водка», они знали «Перестройка», видимо, вот, и знали еще «дефект!» То есть тебе нужно сбежать, дефектнуть вместе с нами. «You have to defect!» И он мне все время говорил, «Как ты можешь жить в этой сране?» «Тебе нужно дефект!» «Дефект!» «Поехали с нами!» Я говорю «Yeah, yeah, yeah, ok» Вот. Подружились с ним. Я помню, как один русский начал ругаться на меня из-за того, как я разговаривал с бабушкой в метро. Он сказал, «Перед тобой женщина, она не хочет с тобой общаться». А я просто шутил, хотел повеселиться. Он сказал, «Ты не представляешь, через что ей пришлось пройти». Я говорю, «Ну окей, ладно». «Нет проблем». Он прям разозлился из-за того, как я с ней говорил. «Просто дама в метро». Я вообще особо не придал значения этому событию. Но окружающие люди пытались объяснить мне, какая сложная была у нее жизнь. Какая-то была странная привычка. Он через каждые 2-3 секунды он все время вот так вот волосы закидывал все время. У него длинные-длинные прямые такие волосы были, насколько я помню. Еще раз нужно напомнить, что он всегда… Он был как Останкинская телебашня, при этом все время ходил в кожаных этих самых каких-то штанах, обтягивающих. Весь был в всяких разных цепях, там все это, все звенело у него. и это очень сильно… И сама его внешность в те серые дни 89-го года Советского Союза, особенно станция метро Площадь Революции, людей очень сильно пугало. Поэтому каждый раз, когда он в метро вот так вот и рок-перхоть разлеталась во все стороны, во все стороны также и разлетались советские граждане, которые просто в шоке были от этого движения и все просто сразу разбегались. Что это было? Ну вообще не было ни одного эксцесса. Нет, один был. Какой-то парень разделся до гола и побежал по полю. Прям с голым членом? Да. Совсем голым. И с попкой, и с членом. И его поймали бедного, скрутили ему руки, но ничего не сделали. Ему там сказали просто «Оденься, мальчик». Но это вот единственный эксцесс был, очень симпатичный, нам всем понравился. Он был угашенный, или это просто эйфория? Ну, черт его знает, я с ним не общался. Может и то, и то. Вот те ребята, с которыми я работал, они как-то прониклись ко мне, и куча мне каких-то напихали, значит, американских продуктов, которые остались. О! Да, там какой-то кофе, значит, там какие-то сигареты, все, значит, типа «На, возьми! Тебе здесь нужно! Ты наш человек здесь!» и так далее. То есть какой-то такой подъем, какой-то чувствуешь доброту, рок-н-ролл, любое все. И, естественно, пьяный ходит, потому что в конце, значит, всем разрешили выпить MTV-шникам, вот, и ты такой довольный, значит, ходишь по закулисью. Все, закончился концерт, ты с этими, значит, двумя мешочками, значит, такой направляешься уже на выход, со всеми попрощался, со всеми пофотографировался, и вдруг откуда-то берется Себяш Чинбах, который, значит, из этой толпы просто выпрыгивает, меня вот так вот хватает и запихивает, значит, в их dressing room, как это называется? — Гримерку. — Гримерку, да. Гримерку группы причем, не его личную. Вот. Там примерно вот такое же, как и здесь, помещение. Вот. Оно забито разными людьми. Вот. И Себяш Чин, значит, меня… А я такой, я говорю, что я такой пьяненький, мне уже все равно абсолютно все. И он, значит, так, быстро зовет своего продюсера или там, я не знаю, менеджера, говорит ему, «Вот это тот самый, о котором я тебе говорил, ты понял? Это его надо протащить завтра». Блин. Значит, менеджер говорит, «Окей, я все понял, позовите-ка сюда Линду, она у нас главный по костюмам и, значит, по внешнему виду». Подходит Линда, значит, такая, «Ну, это вот он, да?» Он, значит, будет его побрить. Здесь я ему прядь сейчас сделаю. Так, у него здесь дырочка есть, где у него дырочка? Окей, значит, мы ему сережку поставим сюда. «Какой у тебя размер джинсов?» Вот это начинается, то есть подготовка к чему-то. Я говорю, «Себяшчин, что происходит?» Он говорит, «Эй, мэн! Эй, Вазелини!» Значит, ты завтра с нами уезжаешь. You're gonna defect with us. Окей. Я как-то не совсем как-то в это верю. А там уже вокруг меня, значит, какие-то там кто-то, значит, измеряет размер талии. Бедер. Бедер, да. Все, значит, куртка. Какая у тебя? Какой размер? Все. Там идет работа. То есть он на полном серьезе, когда мне сказал в автобусе, как ты можешь жить в этой сране, ты с нами уедешь. Он на полном серьезе это сказал. Я говорю, «Себяшчин». Стою опять же с этими, значит, сумочками такой. Я говорю, «Себяшчин, а как ты себе представляешь это?» Я говорю, вас же… Вы когда влетали в Москву, у вас там, предположим, зашло, музыкантов пять человек. Он говорит, ну подумаешь, а шесть уедет. Кто заметит? Это вот так размышляет Себяшчин Бах. Ну, уедет шесть. Мы все равно все по зеленому коридору идем. Они от трапа уезжали сразу, у них не было паспортного контроля. А-а-а… Сейчас я не уехал. Вы… Вы побоялись только этого? Я сейчас объясню почему. Так. Я объясню почему. Я-то как раз этого не боялся. Мы все-таки еще пока живем в Советском Союзе, и как только КГБ узнает, что я дефектнул, это сразу отразится а – и на моей сестре, а главное – на моей матушке. Хочу ли я этого? Не хочу. Я, значит, подзываю Себяшчина. Я говорю, слушай, разговор есть. Он говорит, давай, чего? Я говорю, понимаешь? И ему, собственно говоря, передаю все то, что я сейчас озвучил. Себяшчин так это немножко… Мне, видимо, клетки там эти забегали какие-то. Так вот. Что? Стоял, полминуты молчал, и потом сказал гениальную вещь. «Слушай, вазы линии», – он сказал мне. «Ты знаешь, у меня тоже мама где-то есть», – сказал он. «Обнял меня. Просто прижал. Это надо было видеть, потому что, опять же, он вот такой вот три метра. Вот. А я такой, значит, с этими мешочками стою. Значит, прижал к себе. Вот. Дальше он достал листочек бумаги, у кого-то схватил ручку и, значит, написал адрес в Канаде. Дал мне этот листочек и сказал мне, «Когда ты все-таки решишь бежать из этой сранья, вот где меня можно найти. Это адрес моей мамы в Канаде, где я скрываюсь от всех». И мы, значит, делали вместе инструменты. И тогда я вам предложил, давай сделаем гитару в виде балалайки, вот той, которую я тогда. И мы начали делать. То есть фирма Kramer выпускала, и они продавали их там даже, в виде балалайок. И вот парк Горького играл на этих, по форме совершенно других, по факту. Просто там треугольник был здесь сделан. Вот. Но это тоже было такой отличительной чертой, которая, в общем, была смешная. Но немного клюква. Ну, клюква, конечно. Там был и клюква. Если бы не было музыки и не было правильного, хорошего драйва, то клюква была просто попса дешевая. А так как как бы все было, там удалось сделать настоящий драйв, то клюква, ну, немножечко разукрашивала. Собственно, клюква у всех музыкантов. На пол шишечки? На пол, даже на четверть, наверное. Впервые родилась идея некой экспортной русской рок-группы, в которую набрали музыкантов из вот тех самых «Вия» советской поры, набрали, и вдруг они действительно заиграли и стали сочинять классную музыку. Это очень хорошая музыка, я думаю. И до сих пор она слушается, особенно если послушать все четыре альбома, по-моему, если я не ошибаюсь, четыре или пять, которые они выпустили, слышно, как это начиналось как раз некая стилизация под этот глэм-метал, а позднее это все больше приобретало черты какого-то, может быть, прогрессив рока. Причем они, когда жили в Лос-Анджелесе, они стали там сотрудничать с очень крутыми музыкантами. Группа «Парк Горького». Годы долгие. Меня интересует один вопрос. Как рок-группа может быть продюсерской? Зачем? Просто от этого же изначально исходит лажа. Ну почему лажа? Ну потому что рок-группы — это те группы, которые в гараже сами когда-то собрались, начали теленькать, и только потом они нашли своего дока Маги или своего еще кого-то, кто будет подтягивать и резать. Такое бывает. А тут мы сделали по-другому. А что было с «Роллинг Стоунс» на всякий случай? Что? Как она появилась, знаете? И вообще, что она появилась вопреки Битлз? Специально сделана искусственно. Все, что вы почитаете, просто нигде не скрывают это. «Роллинг Стоунс» — великая группа, можно считать, вторая после Битлз в истории рок-н-ролла, которая оказалась, что сделана продюсерским способом тоже. Это зависит не от формы, как сделано, а от того, кто делает и как. Как вы это делали? Где вы их нашли? Ну в основном это музыканты цветов. Они все играли в цветах, кроме Коли Носкова. Коли Носков, когда я его пригласил, когда узнал, что там Леша Белов у меня будет на гитаре играть, он сказал, что я не пойду, я с этим человеком не сяду на одном поле. Почему? Ну, у них, видно, был опыт работы раньше в ансамбле, какой-то был Тухманова, Москва назывался. И видно, там что-то такое было, я не хочу влезать ни в свои дела, ни мое. Но во всех случаях, вот такой он отказался. После этого я еще раз с ним говорил и даже уговаривал. И жена его тоже участвовала, Коля Носкова, которая, в общем, тоже повлияла в хорошую сторону. И он решил попробовать. Сказал, ну давай, сделаем. И согласился. И, собственно, на нем построена группа. Если бы не Носков, то, я думаю, что такого бы успеха не было. Объясните, почему? Ну, во-первых, он уникальный вокалист. Абсолютно уникальный. Во-вторых, вообще вокал – это такая странная субстанция, где не только голос, какие ноты ты берешь – важно. А вообще его энергетика какая-то, личностность существует. И у Коли такое есть благородство и достоинство при всем этом. И вот это чувствуется в музыке. А кроме всего прочего, он еще и написал песни в самой популярной парке Горького. И Бэнг. Которая, собственно, и стала, и покорила мир написанным. Поэтому он и автор песни, самый знаменитый. И причем и уникальный вокалист. Он автор слов или… Нет, музыки. Музыки. Наряды. Ну, это отдельная история вообще. Кто придумал? Давайте начнем с просто яркого. Кто придумал ваш наряд? Наш наряд придумала супруга нашего адвоката. Американца. Американца? Вот это красное, в котором были вы, это что такое? Это красное… Это… Я вот… Я смог каким-то образом хоть немного сделать более-менее роковое. Потому что Коля Носков был в жутком совершенно состоянии, когда она ему дала вот эту прозрачную рубашку, гипюровую какую-то там, черную, прозрачную. Он говорит, да блин, это что такое? Но мы не могли ослушаться, потому что мы подписали контракт, и там все было прописано, что мы должны следовать указаниям людей, которые, собственно говоря, с нами подписали контракт. А контракт вот такой толщины на английском языке. И… И… Наш менеджер принес, так его бросил на стол, он говорит, sign it. Подпишите. Как подпишите? А что это вообще? Ну, понятно, из-за щеку, как вот в итальянских фильмах «Мафия». Ну, и… Так. Sign it. Ну, мы подписали. А что мы подписали? Ну… Это уже отдельная история. Ну, то есть внутри контракта было в том числе… Все, прописано. То, что от колготок Николая Носкову нельзя было отказаться. Ну, можно было, но был бы скандал. То есть, поэтому как-то… Как-то так вот решили, что бог с ним, пусть так и будет. Когда вот уже получилось, что они попали на MTV, третье место у них было в американском MTV. Это клип «Бэн». И попали в чарт двухсот лучших групп мира в билборде, то это уже можно было их пускать… Причем они простояли там несколько месяцев. Да. И тогда я сделал гастроли. И вот уже в девяностом я их отправил на гастроли, а я сам делал еще симфонический оркестр, еще много чего, поэтому я не поехал туда. Да. И на гастролях вот тот, от кого ожидал Носков Коля подвоха, он и сделал революцию. Он решил, что раз уже все раскручено и все в порядке, то, в общем-то, зачем нам тот, кто делал это все. Вы про Белова? Конечно. И к чему это привело? Привело к тому, что, значит, вот разорвалилась группа в середине девяностых во время гастролей, остановился Носков, уехал в Москву. Я, естественно, перестал встретить. И тут же с ними разорвал в полиграмм контракт, потому что поняли, что с ними нельзя иметь дело. И Денис Берарди тоже разорвал. То есть все разорвалось, и началась новая история. Которой девушкой лидер был Белов. И он уже, собственно, этого и добивался. Ну и стал лидером того, что они, хотя и на меня было зарегистрировано название, и, в общем, все понятно. Но это кого? Не было ни законов, ничего. И... Ну и они начали постепенно падать. Больше не удалось сделать ни одного альбома там. Но Москву Коля на них записали. Да. Конечно. Поколение девяностых, вот те, кто росли, они все-таки знают... В Советском Союзе. Нет, те, кто росли про девяносто. Вы сейчас говорите где? В мире или в Советском Союзе? В России, в России. В России, конечно. Я и говорю в Советском Союзе. Это одно и то же. Поэтому... Ну, я преувеличиваю. Да, когда они там провалились, они приехали сюда из Моско Коллингмена. И поэтому здесь только знают эту песню. Больше в мире никто не знает. Поэтому парк Горького закончился на песне «Бэнг». И на первом альбоме, который назывался «Горкий парк». Вот он лежит. А после этого использовать название можно, но не удалось. Почему вы эту революцию не разрулили? А как ее разрулить? Ну, убрать Белова, оставить Носкова с маршалом. Ну, как-то трудно все это делать, потому что все люди, все живые, у всех какой-то там, какой-то драйв. Они там «defected». Помните такое слово было? Когда эмигрировали, убежали от меня. То есть они-то были посланы официально по визам, там, тра-та-та, как по закону. А они просто взяли и остались. Слушай, я буду бегать по Америке, искать их что-то. Поэтому, ну, закончился проект. Ну, я не возвратил свои деньги, конечно, назад. Но и амбиции свои удовлетворил. Как появилась песня «Москва Колин»? На минутку. Это очень важная песня для всех футбольных болельщиков нового поколения. Да. Потому что в заставке программы «Футбольный клуб» была вот это именно… — 9 место. Олег Елышев. Но дело все в том, что сначала появился риф. Опять русское влияние, значит, такое руссконародное. Я только помню, что демо я писал. Мы тогда были в Нью-Джерси. были под Нью-Йорком, жили за статуей свободы на острове Стэден-Айленд. И у нас был дом, где отключили электричество за неуплату. И мы подкинули кабель к соседнему дому, который стоял на продажу. Кабель был оранжевого цвета, мы его покрасили в цвет травы, чтобы его не было заметно. И подключили холодильник и студию. Такая прям советская находчивость. А как нам, а что нам было делать? У нас другого выхода не было. И визы у нас уже закончились, и все. И вот мы включили студию, ну такую небольшую студию, чтобы демо делать, демонстрационные записи. И холодильник. Я помню, я пел в подвале с паром изо рта. Песня Moscow Calling, которая, где он поет. Уже Носкова там нет. И он поет, и этот клип, и это безусловно можно сказать неофициальный российский гимн. Ну для меня это неофициальный гимн России. Любой человек в России эту песню знает, на нее реагирует позитивно, и до сих пор она лицензируется для сериалов, рекламы и так далее. Как они это сделали? Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо, что у нас есть такая песня. Насколько мы это все обсуждали, он либо очень соскучился по дому, либо они так с Лешей не договорились, потому что авторами были они в основном. И они между собой не договорились, а в заложниках оказались все мы. И мне пришлось в короткий срок, потому что у нас было собрание, совещание, когда Коля уехал, мы сидели и решили, что если мы сейчас возьмем англоязычного певца, то вот эта легенда о русскоязычной, русской группе, она уйдет в никуда. И то есть нет смысла дальше ничего делать. То есть надо оставаться вот теми, кем мы есть. И все дружно посмотрели на меня, поскольку я пел бэк-вокал, играл бас-гитарей и так далее. Я говорю, а что вы на меня уставились? Ну, а что делать? И я тренировался, репетировал, пытался, как-то нашел эту позицию, потому что это все высоко, громко, и два с половиной часа орать — это тяжелая доля. Когда ушел Носков, тогда же группа и откупорилась от нами, так? Ну, такого, что значит откупорилась? Просто мы там остались, мы не вернулись назад. Остались там и были там, вот и все. Почему? Потому что мы не хотели возвращаться. Мы-то уехали в 87-м году из страны, которой, я уже повторяю, где было тяжело с рок-музыкой вообще. И мы решили, что надо как-то держаться. Ну, а что же мы? Вроде задел-то есть, неплохой. Вот, но оказалось, что все это было ненадолго. Почему парк Горького закончился? Ну, во-первых, потому что эта музыка в одночасье перестала быть модной, так скажем. Не то, что модной, она просто перестала быть. Мы, когда приехали в Соединенные Штаты, нам сказали, что буквально через пару лет формат MTV поменяется. Мы еще думали, как поменяется. Вот Бонжови, вот там Дэв Леппорд, там ACDC, да, как это может поменяться. Нам сказали, да, и точно так и случилось, как будто рубильник. И через два года буквально появились Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Совершенно другая музыка, совершенно, совершенно другая подача рок-музыки. И все эти группы, не только там Парк Горького, я имею в виду, остались только Монстры. ACDC, Пин, Флойд, Мотли Крю, Дэв Леппорд, все сразу так ушли. Староличка. Медленно, но верно, да. Мы были на концерте, я был на концерте, и они выступали, кстати, втроем. Soundgarden, этот самый, Nirvana, Pearl Jam. О, вы были на живом Кобейне. Да, 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 на живом Кобейне. И как это было? Ну, вот, мне показалось, что это, это не зрелище, это что-то такое, нечто, такое, какое-то преисподнее. То есть, такая горит одна лампочка, голый по пояс, или там, по-моему, в клетчатой рубашке Кобейн с жутким звуком, который разрезает напополам, причем в публике идет вот этот цирк, людской водоворот, да, когда им разрешалось заскакивать на сцену и прыгать туда, в эту толпу, разбивая себе лбы, носы и так далее, и тому подобное. И все это было так, в общем, очень непривычно. Но мне сказал один умный человек, американец потом, что ты, говорит, разве не заметил, какие наркотики модны, такая музыка и группы. Как сложилась жизнь этих людей после? Вас удивляет? Нет. От того, что это группа искусственная, продюсерская, то как раз и то, как сложилась их жизнь. и после доказывает именно этот факт. Там вот развалились Битлз. Вот Джон Леннон написал после этого кучу потрясающих песен, включая Imagine. Там Джордж Харрисон написал там и Бангладеш, и там, я не знаю, My Sweet Lord, еще куча, Маккартни написал. То есть понятно, как складывались Битлз вот из этих вот трех личностей. Да. А у Парк Горького как бы вот Носков, при том, что вполне достойно пел все то, что он делал, но это был совершенно другой образ и другой стиль. Это не стыдная поп-музыка. Но это не Парк Горького. Я долго не мог понять, что вообще здесь происходит, когда впервые сюда приехал, то есть на постоянное место жить, вернулся, так сказать. Я не мог понять, это не рок, рок, не рок. Что это такое вообще? Как быть дальше? Первая моя песня, которую я записал, это и Ливень, да, Лей не жалей. Все-таки там присутствуют эти тяжелые гитары, потому что я пытался найти какую-то золотую середину. Я понимал, что дальше выступать с такой музыкой, как Парк Горького, невозможно. Потом, я не смогу сделать это на русском языке. А невозможно, потому что не будет востребовано? Во-первых, я так не умею просто. Ну как, ну это Леша Белов писал определенный, с определенным своим видением этого дела, да, Коля Носков. У меня так не получается. Вот. Потом так случилось, что я попадал в горячие точки, да, ездил с концертами и так далее. Я понимал, я стал писать сам. Я понимал, чтобы петь об этом, в роке это слушается нарочито, притянуто за уши. Поэтому Владимир Семенович Высоцкий это тот человек, которого я так в виде исключения обожал в то время еще. Потому что я любил рок-музыку, Битлз и так далее. Ну уж, а что касаемо русскоязычной песни, то, конечно, Высоцкий для меня был, который звучал жутким голосом с каких-то там растянутых этих кассетных бобин вообще немыслимых. Поэтому я понимал, чтобы это петь, нужны три аккорда совершенно такого подъездного варианта, как в подъездах мы раньше, восьмерочкой. Вот, и все. И я просто счастливый человек, что мне Господь дал возможность петь и так, и так, и так. Просто есть люди, которые говорят, ты предатель, а он это говорит, потому что он больше ничего не умеет. Ну, мне кажется, так. Вы не испытывали никогда дискомфорта, может быть, стыда, когда Вы находились внутри вот этой песенно-годной атмосферы и вспоминали, и вспоминали то, что, блин, я проездил все штаты, все штаты Соединенных Штатов Америки, будучи участником рок-группы и будучи даже вокалистом рок-группы. Я, честно говоря, об этом даже не думал. Ну, раз я вернулся в свою страну, в которой я родился, которую я люблю, но я не могу заниматься другим. То есть у Вас не было ощущения, что Вы раньше делали клево, а сейчас Вы делаете отстой, лишь бы в обмен на то, чтобы хорошо жить? Раньше я делал то, что получилось. То есть мы, я же повторяю, мы жили за колючей проволокой. Уехать куда-либо я не мог, потому что мне был выездной даже в Болгарию, я говорил же, да. Для меня это было что-то такое, нечто луна. Вот мы едем на Луну. Америка как? Я же слушал эту музыку, гранд-фанк группа, я просто был фанатом этого всего. И было очень интересно посмотреть на самом деле, где это все и как это вообще выглядит. А тут такая возможность. Ну, конечно же, мы все с удовольствием поехали и так далее. Но всему приходит когда-то надо вовремя, как мы решили, лучше красиво вовремя уйти, чем бесславно, вот так вот, чтобы о нас забыли. Ну, музыканты, знаете, очень интересная вещь. Если вы когда-нибудь смотрели Лайза Миннелли в кино, вот был великолепный фильм, назывался «Кабаре», где Лайза Миннелли действительно сыграла потрясающую роль. Потрясающую. А после этого она сыграла там в 30 фильмах в такой фуфло, что вообще подходить нельзя близко. Поэтому есть такой феномен, когда режиссер правильно использует актера, вот он создает образ, который... А есть Роберт Де Ниро, которого, наоборот, он любого режиссера объяснит ему, как надо делать. Поэтому вот здесь есть такой феномен. То есть вот это все ребята талантливые. Другое дело, что у них внутри там же не только есть музыкальный талант, когда мы говорим о рок-н-ролле. Должен же быть еще и гац, вот как вы называете это яйца. А с яйцами не всегда бывает это хорошо. Я правильно понимаю, что вы сейчас категорически сторонник Владимира Путина и в том числе ведете... Ну что значит Владимира Путина? Я категорически... Ну вы вели концерт на Красной площади в поддержку Владимира Путина. Ну и что? Ну я правильно понимаю, что вы сейчас его сторонник? Так я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? Нет. Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там. Вы что, серьезно сейчас, Александр? А почему нет? Ну раз вам не нравится президент, не нравится правительство. Вы считаете, что жить в стране могут только те, кто полностью согласен с властью? Нет, почему? Если вам что-то не нравится, выйдите на улицу, потребуйте, скажите, дайте нам вот так и так. Но можно не уезжать при этом? Пожалуйста. Просто вот когда вопрос ставится таким образом, я говорю, а зачем вы, чего вы мучаетесь? Ну есть люди, которые говорят, да пошел, мне тут не нравится ничего, взял и уехал. Александр, это моя земля, а президент, вообще-то мой наемный сотрудник. Ну вот, и поэтому несогласие с этим наемным сотрудником не повод уезжать с моей земли. Согласен? Ну хорошо, а что делать, если не согласен? Нет, я же просто задал вопрос. Вы сторонник Владимира Путина. Да я не тоже сторонник Владимира Путина, я просто живу в этой стране, у меня есть такой президент. Сравнить его не с кем. У нас есть с кем сравнить? С кем? С Ельциным? Со Сталиным? С кем? Кто у нас еще? Ну, последние 18 лет не с кем. Вот. Правильно. Я правильно понимаю, что вы будете сторонником? Я вам скажу такую вещь, что каков он, на самом деле, рассудит только время. Вот когда придет другой, и неизвестно, что будет, да, вот тогда мы и поймем, насколько был этот хорош, а насколько теперь вот этот хорош. То есть, вот в таком духе. Я не хочу просто вот копаться в этом и говорить, вот вы сторонник или нет. Ну что значит, сторонник или нет? Я его знаю лично. Я так, да, ну, в неформальной обстановке, общались несколько раз, такое бывало. Помните первую встречу? Первую встречу, в смысле как? Ну, с ним, лично. Ну, конечно, помню. А как она случилась? Ну, это, во-первых, было при большом скоплении людей. Угу. И какой-то был праздник, по-моему, 23 февраля, и банкет наверху, в банкетном зале. И он уже уходил, и подошел к нашему столу, там было не только, а там много артистов было. Ну, поскольку я длинный, он подошел ко мне, говорит, молодец, спасибо, за вашим творчеством. Я говорю, я тоже слежу за вашим творчеством. Тоже история Парка Горького, это прям шикарный, совершенно, такой сериал, о том, как люди сначала перековываются в американских музыкантов, и прям круто вот это все, у них эти гитары-балалайки, хорошие гитары, все очень круто звучит, с моей точки зрения. А потом это все заканчивается, и они опять превращаются в, ну, в разного рода патриотов, и это слышно в их музыке. У Алексея Белова сейчас музыка, скажем, поинтереснее для меня все равно, потому что он очень хороший гитарист, а Маршалл поет песни про Крымский мост, про десантников, и при этом остается замечательным музыкантом. То есть вот они, у них было в 14-м году 25-летие в Крокусе, и я слушал этот концерт от начала до конца, как, вот по ощущению, как концерт западной группы. Это звучало, как концерт фирменной группы. Вы видели драку за кулисами? Да, да, я помню драку. Расскажите о них. Сейчас расскажу, как все было. Итак, всем группам сначала объявили, что хедлайнера у этого фестиваля не будет. Ну, то есть вроде как все равны. Ну, очевидно же, что парк Горького и Скидро группы уровнем пониже, чем Ози и Бон Джови. Ну, то есть мы совсем маленькие по сравнению с ними, но Метли Крю, Скорпионс, Бон Джови и Ози, ну, вот у них сложилось впечатление, что на сцене все будут в равных условиях. Одинаковое время выступления, одинаковое количество спецэффектов, одинаковый свет, одинаковый звук. Ну, собственно, во многом так и было. Пока не вышел Бон Джови. Он играл последним. И как только он появился на сцене, шарахнули эти сраные фейерверки. И парни из Метли Крю за кулисами немножко обалдели. Ну, потому что это была их фирменная фишка, часть их концертного имиджа. Да, Бон Джови с фейерверками смотрелся неплохо. Но он никогда особо не ассоциировался с пиротехникой на сцене. Это была фишка шоу Метли Крю. Ози тоже такое мог устроить. Это вполне в традиции хэви-метал. Но все фейерверки достались Бон Джови. Томми Ли. Я в тот момент за кулисами пил водку. И ко мне подбежал дико злой Томми Ли. И заорал «Отдай ее мне! Дай сюда!» Он выжрал реально целую бутылку из горла до дна, не останавливаясь. Ох ты мой! А потом начал орать «Где твой долбанный менеджер?» А я ему «Да у нас с тобой один и тот же менеджер». А он мне «Твой долбанный менеджер сраный мудак!» А я ему «Чувак! Так он как раз твой менеджер тоже!» Ну, короче, значит, кто-то убежал, а потом я услышал звуки драки и подумал «Вот так! Все, надо срочно прятаться!» Потому что какая-то херня началась. Надо убегать! Что за хрень? Короче, через пять минут в комнату приходит док Макги в слезах. Весь в слезах и говорит «Я не организовывал для Бон Джови никаких сраных фейерверков! Это не я!» Ну, в общем, док плачет «А Томми продолжает беситься от злости. На следующий день мы грузимся в самолет, чтобы лететь домой, а Метли Крю нет на борту. Они отказались лететь вместе с нами. И они уволили Дока после этого. Да, именно так. Это было полное безумие. С ума сойти! Я никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь выпил столько водки. То есть, реально, целую бутылку до дна. Дети, не пытайтесь повторить это дома. Это были совсем другие времена. «Почему Томми Ли ударил вас за кулисами?» Ну, на самом деле, он меня не ударил, а толкнул. Просто сильно толкнул спину. Он сделал это, потому что во время сета Бон Джови шарахнул фейерверк. Хотя это огненное шоу было запланировано на самый конец фестиваля, и оно должно было состояться после выступления всех групп. То есть, на самом деле, никаких фейерверков у Бон Джови не должно было быть. Это была, как бы, закрывающая часть всей программы. Почему пиротехника появилась на Бон Джови? Ну, нам объяснили, что это произошло просто случайно. И это не было прям так уж зрелищно. Не какой-то там затяжной салют, а просто один взрыв пиротехники. Да еще и в середине выступления. Когда было совещание перед первым днем, и, значит, решили, что хедлайнера нет. То есть, понятно, что Джон Бон Джови тогда был на коне, собирал огромные стадионы, и понятно, что он будет выступать последним, когда уже темно, полный свет и так далее. Но мотли-крювцы сказали, значит, такую вещь. Ну, в частности, Томи Ли говорит, я предлагаю, никакой пиротехники чтоб не было. Ну, хедлайнера нет, значит, пиротехника, это как бы еще подчеркивает твое превосходство, да? Несмотря на то, что Бон Джови последним выступает, мы не очень согласны, ну ладно. А док МакГи их общий менеджер, да? Что пиротехники не было, хорошо, договорились, по рукам, по рукам, все. Но на совещании не был парень, который эту пиротехнику поставил и сидел на кнопке. Наш, русский, простой парень. Он сидел, и он на совещании не присутствовал. Так он действительно МакГи не знал? Это действительно ошибка? Ну, конечно. Ну, просто этого парня никто не предупредил, который сидел на кнопке-то. После фестиваля в Лужниках ваши отношения с Мотли Крю закончились. Почему? Потому что они дико разозлились из-за того, что Бон Джови оказались главной звездой того вечера. Кроме того, они были злыми, потому что были трезвыми. Они хотели напиться, у них не вышло, и поэтому их все вокруг бесило. Я думаю, это была единственная причина их злости. Несмотря на то, что уже перестройка, она уже 4 года как перестройка, но ты все равно живешь в каком-то обществе достаточно ограниченном какими-то рамками. Да, есть телевизор, в нем есть программа «Взгляд», и есть фирма «Мелодия» выпускает пластинки западных артистов. Более того, например, те же Бон Джови, альбом «Нью-Джерси», с которым они приехали в Москву, он вышел одновременно на фирме «Мелодия» и на Западе. То есть, это все вроде как происходит, но все равно, как сказать, это нельзя потрогать. Все вроде бы это есть, но это все равно есть где-то там. А при этом твоя жизнь это вот эти группы, которые ты слушаешь на кассетах, на бобинах и так далее. Это вот твоя плоть и кровь, потому что это твое увлечение главное. И ты понимаешь, что этого все равно никогда в твоей жизни не будет. Ну, потому что, вроде да, в телевизоре говорят, что все можно или что почти все можно, а вот этого, это как бы символ какой-то свободы, ее никогда не будет. И тут вдруг раз, и это все в таком количестве, к тебе приезжает, можно поехать, пойти, валяться на траве, слушать, ловить там знакомые мелодии, смотреть какие-то новые группы. Вдруг Бонжой надевает шинель и фуражку военнослужащего советской армии и выходит на сцену из зала, от, ну, не из зала, из середины площадки, где как раз звукорежиссерский пульт, вот он идет между фанатами, здоровается со всеми, там, обнимается, идет на сцену, да, на увертюре к его выступлению. Опять же, сама эта картинка, во-первых, какой-то волосатый, понимаешь, ну, как с точки зрения, да, завучи школы, наверняка наркоман, наверняка фашист обязательно. Вдруг он в шинели, в фуражке с кокардой, с красной звездой, идет в центре Москвы, это все происходит. То есть все это на тот момент, конечно, было абсолютно, это ты просто не верил своим глазам, когда это показывали. В 1980-м году, 9 лет назад, вы принимали здесь Всемирные Олимпийские игры, но бывший президент Соединенных Штатов не разрешил нашим парням приехать сюда, чтобы участвовать в том, что и предполагалось, братство в спорте. Прошло время, и политики взяли на себя ответственность сделать мир немного лучше. Поэтому все мы сейчас здесь. Я не собираюсь, конечно, читать проповеди. Это не мое дело. Но если вы хотите добиться лучшего мира и начинаете с самих себя, то ничего невозможного уже нет. И я горд, что здесь горит Олимпийский огонь. А мы приехали из Аминьки, чтобы увидеть это. Я горд, что играю на этой сцене перед самой большой аудиторией, когда-либо присутствовавшей на рок-н-ролл-шоу в Москве. Спасибо, Москва. Ну, хоть это и был конец 80-х, и, естественно, уже ВХС-кассеты, так сказать, уже затопили Москву, тем не менее, это первый такой грандиозный рок-концерт, который москвичи могли видеть с настоящими звездами. Не кто-то там приехал из соц. страны какой-то. И, соответственно, рок-концерт, где все было возможно, где в любой момент могло произойти все, что угодно. И в том числе выход Бон Джови вот в таком внешнем виде это просто всех поразило. Но все это приветствовали, наоборот. Сейчас, может быть, если бы такое произошло бы, началось бы, да, сними, ты не русский, сейчас что-нибудь такое бы, может быть, началось, какой-нибудь патриотический угар. Тогда все это приветствовалось, наоборот. То есть вообще ощущение было полного вотстока. На поле сидели, целовались, кайфовали, расстелили там. Не знаю, куда там нюансы они... Но, тем не менее, какие-то были эротические ситуации, легкие. Тяжелых не было. И это не было принято тогда? Ну, это не то, что не было принято, это сюр просто был. Просто нереально представить, потому что вы не жили в то время, вы не представляете, что такое тюрьма. Но вот когда сейчас кто-то ностальгирует по поводу старых времен, довольно смешно это выглядит, потому что сразу можно понять, что за человек. Вот, знаешь, когда из тюрьмы выпускают, некуда же деваться. если ты родился в тюрьме и всю жизнь прожил, то ты не знаешь, что делать на воле. Я выпускаю, там окормить. Три раза в день надо же кормить, а спать. А там, я не знаю. Вот, поэтому там была такая же ситуация. Поэтому сейчас тоже кто-то ностальгирует по этой тюрьме. Когда Себастин Бах говорил про «Как ты можешь жить в этой стране», он был прав? Ну, он по-сому был прав. В такой характеристике. Слушайте, но опять же, вот гламурный рок-исполнитель во всем в коже смотрит в окно автобуса и все, что он видит, это серость солдаты и менты. А как вам тогда жилось и виделось? Примерно так же. Но только другое дело, что я сумел уже к тому, за 14 лет уже как-то привык к этому относиться ну, скажем так, толерантно весьма. А ему это было непонятно просто вообще. Как можно здесь жить? Он постоянно задавался вопросом. У вас есть ощущение, что спустя 30 лет мы, в общем, немножечко возвращаемся к тем временам, которые этот фестиваль пронзал своей свободой? Да, мыслей много по этому поводу, так скорее просто это какой-то такой, знаете, какой-то сиквел непонятный к Советскому Союзу, то есть какая-то такая, знаете, параллельная какая-то реальность, вот, совершенно непонятная. Вот этот вопрос, вообще вот эта тема параллельной реальности, там она частенько поднимается во всякой разной научной фантастике, в том числе даже в таких сериалах, как Star Trek, когда те же самые герои, и ты привык их видеть, они всегда были на стороне добра, а тут в этой конкретной серии они, значит, злодеи, те же самые, то есть вот что-то аналогичное сейчас происходит. Во многом, конечно, да, вот такое есть ощущение, что в каких-то определенных моментах, в определенных каких-то вопросах действительно происходит такой возврат в Советский Союз. сейчас рок-музыка может так же влиять на людей, как влияла тогда? Знаете, мне часто очень приходит такая идея в голову сделать какой-нибудь такой фестиваль и снова попытаться помирить народ. Но когда начинаешь... Русские, американские. Ну да, но когда начинаешь понимать, что по большому счету американцев-то мирить-то не надо, потому что у них нет никаких проблем с русскими, к сожалению, вот это вот... Это такая односторонняя какая-то такая история, понимаете? Если раньше действительно на друг друга было направлено миллион ракет и это была актуальная тема, сейчас совершенно другие времена. Сейчас у американцев своих проблем хватает. И они даже не думают особенно о русских. Если вы включите новости, любые новости на любом канале, то если Россия и упоминается в Америке, я имею в виду, новости в Америке, если включите, то если она упоминается, она где-нибудь какой-нибудь там шестой, седьмой, девятый заголовок. Понимаете? Если вы включите новости в России, то Америка, Америка, Украина, Украина, Америка, понимаете, да? Разница. Поэтому такой фестиваль рок-музыки сможет ли, так сказать, рок-навести мосты глупости. Но Америка для вас враг сейчас? Нет, она никогда не была для меня врагом. Почему? Как может быть враг, страна, в которой я провел огромную часть своей жизни, и у меня там много друзей? Но в песне «Я русский» вы его так вот пальцем вставали? Нет, при чем здесь Америка? Там имеется в виду западный... Вообще имеется в виду, не надо лезть к нам, не надо никому лезть вообще. Занимайтесь своими делами каждый. Растите детей, урожаи, радуйтесь жизни, и все. Ну, что же мы вооружаемся, вооружаемся? Для чего? Чтобы в один прекрасный день что? Это вот железный занавес только снят. Так. А что касается холодной войны, она, в общем, мне кажется, примерно такая же, как и была. Так же плюют друг в друга. Только тогда не было санкций, а теперь еще и санкции. Поэтому такая же пропаганда и там, и здесь. Я думаю, что примерно то же самое. Ну, какая-то эйфория была вот от того, что сломали железный занавес, и теперь мы все друзья. Во многом от Горбачева это шло, потому что, в общем, его обаяние покорило, конечно, вот всех этих политиков, и английских, и американских. Но хватило ненадолго, и я думаю, что вот в какой-то момент все начало опять туда же идти. И сейчас опять делать эти фестивали, ну, в этом году, кстати, 30-летие вот этого фестиваля. И мы думали с Доком Маги сделать вот что-то такое на другом витке жизни, там, Moscow Peace Festival 2. Если серьезно говорить вот так вот, поможет ли это как-то, думаю, что в мертвом припарке. То есть мы будем врагами более-менее всегда, две империи? Ну, всегда не бывает ничего на этом свете. Но, тем не менее, мне кажется, довольно долго еще будем. И никакой рок-н-ролл тут не поможет? Ну, рок-н-ролл точно не поможет. Не знаю, что поможет, может, ничего не поможет, но рок-н-ролл уж точно нет. Но вообще-то рок-н-ролл не для этого, а для хулиганства. Что значит для хулиганства? Ну, надо же в жизни ловить кайф, хулиганить. Вскоре после того фестиваля была разрушена Берлинская стена, да, верно? Практически сразу после фестиваля. Тогда было время разрушать стены. А сейчас наступило время, когда наш президент пытается построить гребаную стену. Да развалить уже эту чертову стену. Мне казалось, мы закрыли этот вопрос. Тогда, в 89-м мне казалось, что атмосфера фестиваля в Лужниках предвещала объединение России и Америки, да вообще всего остального мира. Нам больше нечего было делить. Мы должны были стать единым целым, благодаря музыке. А сейчас лидеры наших стран опять возводят стену. Ну, я имею в виду стену не между Россией и Америкой, а между Мексикой и США. Наше правительство хочет отгородиться этой стеной, но у меня другое предложение. Сломайте эту стену. Как вы это можете объяснить? Я и сам не знаю. Тогда мне казалось, что мы уверенно движемся вперед и никогда не повернем назад. я не понимаю, что произошло. Человек, который сейчас управляет Америкой, не заинтересован в разрушении стен, он хочет их возводить. Все поменялось. Я скучаю по тем временам. буквально скучаю. Буквально скучаю. Тогда мы собрались вместе, чтобы классно провести время. Возможно, нам удастся когда-нибудь это повторить. Желательно, поскорее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!